В Италии открылись избирательные участки. Граждане страны голосуют на выборах, которые могут привести к власти ультраправых. На оккупированных России и украинских территориях идет голосование. Киев называет его псевдореферендумом и подготовкой к аннексии. Русофобия приобрела на Западе беспрецедентные масштабы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН. Шторм Фиона обрушился на Канаду. Ранее специалисты не исключали, что он может стать самым сильным в истории страны. Итальянцы голосуют на выборах, которые могут резко сдвинуть политику страны вправо в критическое для Европы время, когда война в Украине подпитывает стремительно растущие счета за электроэнергию и проверяет решимость Запада объединиться против российской агрессии. Избирательные участки открылись в 7 часов утра по местному времени. Подсчет бумажных бюллетеней начнется вскоре после их закрытия в 11 часов вечера. Первые предварительные результаты станут известны в понедельник. По последним опубликованным до дня тишины соцопросам, Джорджа Мелони и ее партия «Братья Италии» с неофашистскими корнями лидировали по популярности, что говорит о готовности итальянцев проголосовать за свое первое ультраправое правительство после Второй мировой войны. «Братья Италии» – часть правого альянса с лидером антимигрантской лиги Матео Сальвини и Сильвио Берлускони трехкратным премьер-министром и его партией «Вперед Италия». На втором месте бывший премьер-министр Энрико Летто и его левоцентристская демократическая партия. В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях урны для голосования продолжают циркулировать от дома к дому, чтобы узаконить ожидаемую аннексию России украинских территорий. На фронте голосуют вооруженные сепаратисты, которые годами удерживают территорию вне украинского суверенитета. Россия объявила, что голосование продлится до 27 сентября. На Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представил российскую позицию по этому вопросу. «Референдумы проводятся на основе решений местных органов власти. Условия этих референдумов опубликованы. И по итогам этих референдумов, как я уже сказал, Россия, конечно, отнесется с уважением к волеизъявлению людей, которые долгие-долгие годы страдали от бесчинств неонацистского режима». Украинская сторона говорит о том, что такой шаг Россия предпринимает с тем, чтобы затем поместить вышеупомянутые области под свой ядерный зонтик. Президент Украины назвал проводимое голосование псевдореферендумом. «Говорят жители Краматорска». «Но что я могу сказать о референдуме? Это явно незаконно. Это наша земля, украинская земля. И все, что они там делают, я не знаю, я думаю, им просто нечего делать. На нашей земле какое тут может быть голосование? Мы ж украинцы». Союзники Украины объявили, что не признают суверенитет России. Но, как и в случае с Крымом, после аннексии будет трудно устранить свершившийся факт. «Сейчас решается вопрос о будущем миропорядка», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Российский министр представил собравшимся точку зрения Кремля на войну в Украине. На фоне того, что ранее многие страны с трибуны Генассамблеи осуждали российскую агрессию. «Исключительно официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. К тому же не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию». Ранее действия России осудили участники Совета безопасности ООН, назвав совершенно неприемлемыми косвенные угрозы применить ядерное оружие. На этом заседании Сергей Лавров также выступил с речью, но после этого покинул зал. В самой России продолжается объявленная президентом Путина мобилизация, и не прекращаются акции протеста против нее. В субботу, по данным правозащитных организаций, в более чем 30 городах страны задержано более 750 человек. Не менее 35 человек погибли, более 700 задержаны при разгоне акций протеста в Иране за прошедшую неделю. Такие цифры представило государственное телевидение. МВД обвиняет участников в выступлении в беспорядках, погромах, обещает защитить исламские правовые нормы и добиться наказания организаторов. Для разгона акций против правил ношения хиджабов, притеснения женщины, клерикализации общества, службы безопасности применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Протестующие кидали в силовиков камни, поджигали автомобили и полицейские участки. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что в ряде случаев по демонстрантам стреляли металлической дробью. Массовые протесты, которые продолжаются уже 8 ночей подряд, были спровоцированы смертью 22-летней Махсы Амини. Ее задержали и поместили под арест из-за претензий полиции и нравов к тому, как был завязан религиозный платок. Семья и близкие Амини, а вслед за ними участники протестов, уверены, что ее избили, и это привело к гибели. В полиции настаивают, что задержанная скончалась от сердечного приступа. Десятки машин скорой помощи везут по улицам Ливанского Триполи тела мигрантов, погибших в результате кораблекрушения у берегов Сирии. Сообщается, что утонули не менее 77 человек. Среди них палестинцы, сирийцы и ливанцы, которые стремились добраться до Кипра. Это самая крупная трагедия в ходе попытки переправиться в Европу из Ливана. Вечный палестинский кризис, война в Сирии, отчаяние ливанцев, которые видят, что их страна не встает на ноги, заставляют людей предпринимать отчаянные шаги в поисках лучшей жизни в более безопасном месте. И они готовы идти на риск. Они достигли той точки, что готовы умереть в море. Они так и говорят, пусть тогда мы лучше в море погибнем. Такие попытки могут быть предприняты снова и снова. Что им здесь делать? Вы бы хотели отправиться в такое плавание? Я? Да хоть сейчас. Нет средств к существованию, нет работы, нет будущего. Мы в ловушке. Несколько мигрантов, около 20 человек, переживших кораблекрушение, находятся в Сирии. Им оказывается помощь. Шторм Фиона в субботу обрушился на северо-восток Канады, сразу успев обесточить полмиллиона домов. Несмотря на то, что стихия несколько ослабла, и метеорологи понизили ее статус с урагана до шторма, скорость ветра может превышать 130 км в час. Уже есть сообщения о поваленных деревьях, сорванных крышах домов и затопленных дорогах. Ранее специалисты заявляли, что Фиона может стать самым сильным ураганом в истории Канады. Штормовое предупреждение было выпущено для пяти провинций на Атлантическом побережье. Неделю назад стихия принесла разрушение, наводнение и оползни в Пуэрто-Рико и Доминиканскую республику, а позже ударила по Бермудским островам. В Бельгии остановлен первый из семи атомных реакторов страны. Энергоблок ДУЛ-3 под Антверпеном. Страна планирует отказаться от атомной энергии к 2025 году. Третий блок АЭС ДУЛ из-за изношенности был главным кандидатом на остановку. В то же время решение оглушить реакторы на фоне тяжелого энергетического кризиса вызвало критику. Две АЭС Бельгии обеспечивают почти половину потребностей страны в электричестве. Французский энергетический концерн Total инвестирует полтора миллиарда долларов в разработку новых газовых месторождений в Катаре. В Европе обращают пристальное внимание на ресурсы Катара на фоне поисков альтернативы российским поставкам. Кроме французов, для которых это уже вторая подобная сделка за этот год, катарским газом заинтересовались в Германии. Переговоры ведет личный канцлер Олаф Шольц. Украина – один из крупнейших производителей меда в мире. Во всяком случае, так было до войны. Регионы, где размещено большинство пасек, оказались в числе наиболее пострадавших от боевых действий. Это так называемый медовый пояс Украины. Некоторые хозяйства разорены, а пчеловоды вынуждены были эвакуироваться. Наша пасека находится в 10-15 километрах от границы с Россией, за Харьковом, в сторону границы с Россией. Был февраль, пчелы только уходили в спячку, но я уже дал им прикорм. Летки были открыты, потому что я понимал, что надо спасать семью. Но чем-то надо же было, как говорится, пожертвовать. И мы уехали. Эксперты опасаются катастрофического падения производства украинского меда из-за российского вторжения. По данным Национального союза пчеловодов, только половина ульев пережила ракетные удары и артобстрелы в наиболее производительных районах. Из-за войны у нас сложилась ситуация, когда большинство этих коммерческих пасек пасечники либо не в состоянии содержать, либо они пострадали из-за войны, и поэтому процентов 30-40 товарного меда Украина недополучит из-за боевых действий. Это очень большие потери. Украина занимает четвертое место по объемам производства меда в мире. В год с украинских пасек до войны получали более 65 тысяч тонн продукта на продажу. Свыше 60 тысяч тонн меда уходили на экспорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова